Киракосян, совбез ООН, никогда не называл Армению оккупантом, а тем более агрессором. Представитель Азербайджана заявил, что Армения игнорирует реакцию на вторжение и оккупацию со стороны Армении. Азербайджан особо подчеркивает решение Европейского суда по правам человека, согласно которому Армения обладает юрисдикцией над Нагорным Карабахом, по логике статьи 1 Европейской конвенции. Азербайджан игнорирует тот факт, что определение юрисдикции суда, согласно прецедентной практике суда, не может быть приравнено к критерию фиксации ответственности государства за международное нарушение. Европейский суд никогда не выносил решение о том, что Армения оккупировала Нагорный Карабах. Об этом заявил представитель Армении по международным правовым вопросам Егешеки Ракосян. То же самое можно сказать и о резолюциях Совета Безопасности ООН по Нагорно-Карабахскому конфликту, которые были искажены представителям и адвокатами Азербайджана. Совбез призвал Армению продолжать оказывать влияние для обеспечения выполнения норм со стороны армян Нагорного Карабаха, но ни разу не упомянул, что Армения является государством-оккупантом, а тем более агрессором. Совбез коснулся местных армянских сил Нагорного Карабаха и призвал стороны немедленно возобновить переговоры в рамках Минской группы. Азербайджан же в одностороннем порядке решил, как сказал президент Алиев, что война неизбежна и что Минская группа мертва. По словам Алиева, именно Азербайджан начал Вторую Карабахскую войну, чего представитель Азербайджана вчера не опроверг. Ни Армения, ни представители Нагорного Карабаха никогда не блокировали доступ ООН в Нагорный Карабах. В действительности, именно Азербайджан заблокировал доступ в ООН и продолжает это делать сегодня. Азербайджан неоднократно отказывался сотрудничать с армянами Нагорного Карабаха, в том числе в вопросах, связанных с охраной окружающей среды и с Арсангским водохранилищем, отметил Егешеки Ракосян. Продолжение следует...